Вы уже знаете, что полное внутреннее отражение происходит в призмах, которые применяются для изменения направления хода лучей. Рассмотрим еще один пример этого явления. В искривленной струе воды возникает многократное отражение света. Это происходит потому, что угол падения светового пучка на границе вода-воздух больше предельного угла полного внутреннего отражения. На этой границе отсутствует преломление, и свет не выходит из струи, а распространяется внутри нее. Такое же явление возникает в изогнутых стеклянных стержнях. Чем тоньше стержень, тем большее число отражений света происходит в нем. Поверхность стержня делают чистой, а торцы тщательно шлифуют, чтобы углы падения и углы отражения были одинаковыми для всего светового пучка. В этом случае, свет войдя в стержень с одного конца полностью выйдет из другого. Такой стержень называют световодом.